добрый день и я как всегда рада приветствовать вас на своем канале перед вами стоит вот такой вот шикарный кустик стрептокарпуса который мне удалось вырастить наконец-то в две розеточки до этого весь мой опыт выращивания стрептокарпусов был в одну розетку в одну розетку это вот так вот вот одна розеточка а здесь уже вот одна розетка а вот 2 растет и вот если научиться выращивать стрептокарпус это когда несколько розеток там три допустим самый такой оптимальный вариант в три розеточки то цветение таких кустов не в один вот такой вот цветок а можно добиться букетного цветения не можно добиваются букетного цветения поэтому нужно стремиться к тому чтобы учиться выращивать стрептокарпус и не в одну розетку но начинать нужно обязательно выращивать с одной розетке потому что выращивание стрептокарпусов довольно я бы сказала сложный процесс особенно если вы новичок стрептокарпус и делятся на несколько видов по листве бывают стрептокарпус и широколистные сейчас покажу приблизительно опять же покажу потому что широколистных у меня сейчас нет сортов вот такие вот вот широкий лист а есть еще шире листы и есть узколистные сорта вот это молодой стрептокарпус но лист широким таким пузатым не будет у этого сорта самое размножать стрептокарпус и вот широколистные сорта если хотите получить много деток то можно тостерным методом то есть берется снимается лист разрезается вот так вот вдоль вот это вот жилка вырезается и вот вот эта часть высаживается но такой метод мне не нравится получается деток много а они слабые все ну не знаю не подходит такой метод я поначалу от жадности укореняла все листы тостерным методом и вот узколистные широколистные все но вот узколистные они вообще плохо дают деток если лист разрезаешь вот тостерным этим методом укореняешь вернее такие вот листы узколистные лучше укоренять просто вот так вот делаешь слом и вот этим кусочком фрагментом укореняется но об этом я расскажу вам позже значит что любят стрептокарпус и рыхлый воздушный грунт любят стрептокарпус и они не любят залив но прекрасно растут на фитильном поливе правда вот вот этот стрептокарпус у меня на фитильном поливе детки там еще есть у меня на фитильном поливе показывать не буду может быть в другой раз но вот я выращиваю сначала вот я отсаживаю деток от листика они у меня там вот растут 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 я снимала видео вот этих деток я отсаживала вот где-то месяц они у меня будут расти в этой вот ложки потом я их буду рассаживать и буду рассаживать их 100 граммовые стаканчики и ставить на фитиль все-таки покажу вам в общем то вот такого размера вот этих деток я где-то неделю назад на фитиль поставила то есть неделю они у меня уже на фитиль и вот здесь они на фитиле будут расти пока я не замечу что в стаканчике стаканчики естественно 100 граммовый прозрачный нет ну не появились хорошо видны стали корешки вот этот я вижу что привел вот он прививший здесь либо он пропадет либо восстановится тургор так тоже бывает выпады бывают и стрептокарпусов это к этому нужно относиться нормально поэтому я же говорю в начале пути нужно обязательно стремиться вырастить всех деток вот будет у вас 10 деток и все 10 отсаживайте пересаживайте потому что с 10 у вас до 100 граммов ок доживут всем после 100 граммов ок 5 и в общем то в конечном итоге там 34 если останется то хорошо это все естественно в общем то вот так вот они у меня растут на фитиле а как только стаканчик оплелся корнями я их сразу пересаживаю в кофейную чашку в общем-то в семерку и точно так же ставлю на фитиль растут они у меня на фитиле вот приблизительно сейчас покажу вот до такого размера и потом вот со 100 граммов ки я их вернее семерки я их пересаживаю вот в такой вот горшочек это девятка и уже здесь я фитилем не пользуюсь фитильным поливом потому что ну не получается у меня начинают пропадать и поэтому вот с этого момента я выращиваю их на верхнем поливе до настоящего момента наверное как месяца может три назад потом вот он у меня они у меня определенное там время растут цветут в девяточках потом либо пропадают либо я омолаживаю их но сложно в девятки и места мало они любят больше все ж таки пространство и вот сейчас вернусь опять к этому же кустику вот он впервые у меня получилось пересадить с девятки вот в такой крупный большой горшок здесь наверное литр но правда на дно у меня уложена вот где-то вот такой слой керамзита ну то есть дренаж многие считают что керамзит это плохое материал для дренажа ну я бы не сказала керамзит имеет какие все и плюсы и минусы керамзит я бы не рекомендовала использовать в качестве дренажа холодное время года на холодном подоконнике а что касается летних летней жары то керамзит я бы сказала это лучший вариант дренажа керамзит дольше удерживает влагу что очень важно для выращивания стрепса потому что стрепсы плохо переносят летнюю жару очень плохо из-за того что грунт легкий воздушный то есть перлит и верховой торф пожаре очень быстро грунт пересыхает и приходится даже по два раза поливать стрептокарпус а полив в летнее жаркое время это всегда риск того что растение не перенанесет жару что-то пойдет не так и она в общем то пропадает мгновенно поэтому ставят ну вот я даже ставлю рядом ложки какие-нибудь с керамзитом и наполняю их водой чтобы хоть как-то вокруг стрептокарпуса создавалась какая-то влажность дополнительно если очень уж сильно жарко я замораживаю бутылки с водой и устанавливаю между горшочками вот этот лед в двухлитровых бутылках и все очень хорошо вот фиалку после засушки легче восстановить тоже трудно но легче а стрептокарпус вот видите какой длины у него листы а есть еще длиннее листы вот представляете если пожаре вот вот эти листы не просто висят как уж испаниеля и когда потом поливаешь даже когда по чуть-чуть поливаешь то бывает такое что длинный лист до конца тургор не восстанавливает его потом приходится обламывать то есть декоративность стрептокарпус свою теряет и замедляется рост там так далее и тому подобное но это отдельная тема если интересно расскажу потому что в принципе хоть у меня там с ними и не стопроцентная дружба но уже такой вот опыт я уже наработала и познание в принципе уже такие определенные есть ну чтобы не затягивать видео я наверное пока хотела вообще снять видео показать как укоренять лист ну наверное я сниму отдельно другое видео вот единственное что я хочу вам сказать что еще вот размер горшка вот которая пересаживается стрептокарпус все конечно зависит от описания софта есть сорта крупные вот точно так же как и фиалки вот это сорт и крупный крупная розетка есть сорта более маленькие розетки также есть мини макси в общем то поэтому при выборе горшка обязательно нужно учитывать описание сорта вообще это очень красиво цветы и все же таки стоит поморочиться и хотя бы немножко научиться с ними дружить на этом я буду заканчивать свое видео кому интересно было ставьте лайки пишите свои комментарии тему в принципе я все равно продолжу у меня на канале стрепсы как-то не очень-то заходят но есть люди которые смотрят поэтому несмотря ни на что буду и дальше снимать ну и на этом всем всего доброго подписывайтесь на мой канал отличного настроения и красивых цветов